всем привет поехал по автомобильным свалкам германии и был очень удивлен какие автомобили списывают немцы хотите знать более подробно тогда поехали и так вопреки советам очень многих я решил восстанавливать свое корыто под названием ford focus для тех кто не в курсе у него лег мотор я рассчитываю потратить на ремонт около 500 600 евро и это с учетом всех запчастей согласен позитивный настрой и говорят к тому же что такое возможно изучив весь рынок двигателей на ebay решил поискать на разборках и свалках в германии почему спросите вы по какой причине потому что на ebay в основном частные предложения где тебе не только не дают гарантию но также могут неплохо надуть тебя и по цене да и ценник к тому же у них очень неприятно варьируется от 400 до 1200 евро а вот разборки между прочим ценят свое доброе имя дорожат своей репутации и готовы дать гарантию от нескольких недель даже до целого года итак знакомые дали мне контакты нескольких работ таких вот разборок в германии называют их там просто металлоломами свалками и мы поехали на разведку это что я увидел заставило мое сердце поистине страдать разборки или как я говорил свалки германии это не то что мы привыкли видеть здесь в россии одни разбитые машины и целые груды металлолома очень часто можно увидеть экземпляры у которых помято крыло или дверь а салон например или подкапотное пространство в отличном ну или более-менее в хорошем неплохом состоянии так и хочется вот именно такой машине дать второй шанс на жизнь мне кажется между прочим друзья если бы они были в россии их бы можно было неплохо продать тогда как тут они просто стоят и гниют и в прямом смысле обрастают мхом и плесенью даже между прочим родная него это мне тоже встретилась машины не продают целиком только по запчастям ты можешь прийти со своим инструментом сам открутить что тебе нужно и пойти купить за небольшие деньги например мой брат купил себе комплект стоек со спортивными пружинами и это всего лишь ему обошлось 80 евро вспоминаю еще кое-что при мне приехал один дедуля на очень таком стареньком опелечки если не ошибаюсь кажется опель корса так вот просто снимает номера отдает ключи документы в руки и уходит машина приехала своим ходом и ее просто отдают или продают на свалку очень много кстати машин у которых просто легший движок а в целом машина в неплохом состоянии но владельцу дорого я подчеркиваю очень дорого обойдется замена двигателя поэтому он ее просто отдает на вот такую вот свалку эх друзья мне бы гараж да еще и с подъемником да еще и с инструментами да и руки бы еще из правильного места то можно было бы заняться восстановлением вот такого рода автомобилей к сожалению я не сделал фотографии поистине уникальных экземпляров которые заставляли задастся вопросом за что вы с нею так ведь моя голова тогда была забита поиском двигателя для своей машины но если вы хотите подобного контента то оставьте большой палец вверх и я сделаю для вас обязательно об этом очередной и очень интересно я думаю фоторепортаж ну что же надеюсь вам всем понравился наш совместный экскурс по разборкам германии и мне искренне хочется верить что это был плодотворный и действительно поучительный для каждого из нас опыт ставьте лайки подписывайтесь на канал и разумеется до новых встреч